Наверняка есть те, кто о зеленом горошке вспоминает раз в году. Но добавляют этот праздничный ингредиент не только в оливье, но и в самые разные салаты. Подают в качестве гарнира к горячим блюдам. Это вкусно, полезно и недорого. Сегодня узнаем секреты выбора консервированного зеленого горошка. Жестяная банка никогда нам не расскажет, что там внутри. Какой горошек цельный или расплылся более зеленый, или уже он такого не очень красивого цвета. Через стекло можно разглядеть и цвет горошин, и прозрачность заливки. Коричневые зерна – это брак. Мутный белый осадок на дне банки свидетельствует о том, что горох перезрел и содержит много крахмала. Но и кристально прозрачной жидкость быть не должна. Это признак консервантов. Так что легкий молочный оттенок заливки допускается. Я думаю, что консервированный горох люди едят не так часто. Скорее, это праздничное блюдо. На Новый год там салат сделали и все. Поэтому сильно следить за тем, что там добавляют. Гороха с усилителем вкуса я не видела точно. Поэтому, мне кажется, любой консервированный горошек – это хорошо. Это белок, это, по крайней мере, бобовые какие-то качественные, хорошие. И очень классно, что всегда этот горошек местный. Он всегда закупается в Беларуси. Современные технологии позволяют консервировать не только свежий, но и замороженный, и даже сухой горох, который находчивые технологи знают, как замаскировать под натур продукт. Обратите внимание на дату производства. Там должны быть указаны летние месяцы. Стоимость всех консервированных продуктов всегда соразмерна количеству самого продукта. И бывает так, да, что есть большая, огромная консервная банка, но масса нет, в ней самого продукта слишком маленькая. И очень часто такие продукты всегда стоят на скидках, и нам кажется, что это вообще супервыгодно. В реальности мы должны с вами всегда сравнивать стоимость с массой брута, массой нет. В консервной банке должно быть не менее 65-70% гороха и 30-35% заливки соответственно. Проверить это несложно. Слегка потрясите баночку. Она гремит как погремушка. Производитель явно сэкономил на сырье. А если звук глухой и не булькающий, значит все в норме. Теперь вы знаете секреты правильного выбора консервированного зеленого горошка. Приятных вам покупок!